Грибной сезон в Самарской области набирает обороты. По словам медиков, даже лисички, которые принято считать безобидными, бывают ложными, а значит опасными для здоровья человека. Чтобы тихая охота была в радость, специалисты рекомендуют собирать только знакомые виды грибов в экологически чистых районах. Дмитрий Самоткин по грибы ходит с детства. Любовь к этому занятию ему привел отец. Каждую осень он отправляется в лес. Поход за грибами – это не только грибы собрать, но и выехать на природу семьей, отдохнуть с душой, погулять на свежем воздухе в лесу. После того, как грибы собраны, наступает самое главное – процесс приготовления. И тут важно помнить несколько правил. Готовить грибы нужно в день сбора, так как они достаточно быстро портятся. По словам врачей, блюдо из грибов не может быть основным. Лучше использовать их в небольшом количестве в качестве вкусовой добавки. Нужно учитывать, что каждому виду грибов требуется свое время приготовления. К примеру, опята лучше варить в течение 45-50 минут. А вот грузди и волнушки варят в течение 20 минут. Грибы – тяжелый для усвоения продукт. Их не рекомендуют употреблять в пищу детям до 3 лет и пожилым. При первых признаках отравления врачи советуют немедленно промыть желудок и срочно вызвать скорую помощь. Достаточно крошечного кусочка, и он может достаться одному члену семьи. Все ели, а плохо стало одному. И поэтому такая иллюзия, что это что-то случайно. Поэтому позже обращаются за медицинской помощью. Это очень опасное отравление бредной поганкой. Она будет еще весь октябрь встречаться в наших лесах в средней полосе. Если же вы не собираетесь в лес, а грибов все же хочется, эксперты советуют покупать их только в специализированных магазинах, избегая несанкционированных точек торговли. Мариил Чан, Григорий Прешаков, Константин Головин. События.